Добрый вечер, Елена. Мечется в выборе, кидается в крайности. Как определить, какой вариант правильный? Летом может быть внешнее негативное влияние. Знаете, я думала над таким вопросом, вот что вы спрашиваете, Елена, в свое время. Я поняла вот что. Когда мы находимся в гармонии с душой, душа – это всегда проединение. Когда у нас присущи два мнения, это показатель того, что мы идем от ума. Почему? Потому что когда мы находимся в гармонии с собой, когда мы находимся именно в балансе, в состоянии благости, а мы ее все ощущали так или иначе в разные моменты, кто-то в большей степени, кто-то меньше, всегда есть вот эта внутренняя уверенность, что я все правильно сделаю. У вас тоже были такие моменты, когда вы ощущаете, что я правильно иду, я не могу это объяснить, это еще иначе называется «весно знание», я не знаю, я не могу это объяснить, но вот я уверен, что вот это правильно, я не знаю, откуда я это знаю, но это вот именно так. Либо иначе это еще и говорят о интуиции. Так вот, когда появляется вот это метание, это метание, оно появляется, когда мы опираемся на логику, когда мы опираемся на свой ум. И, как правило, в этот момент акцент нужно сделать на соединение. А это одно из пояснений. Второе пояснение – это как я себе, вот когда у меня бывают такие моменты, я себе так говорю. Когда я не знаю, что выбрать, то, опять-таки, с точки зрения психологии, и я не знаю, насколько можно этому верить или нет, но, по крайней мере, были эксперименты, было доказано, что буквально за 30 секунд до того момента, как мы принимаем решение, осознаем, не принимаем, а осознаем, что мы приняли решение, и нам это кажется, да, наш мозг уже принял. Ну, то есть, за тот, элементарно, за те доли секунды, когда я думаю, что вот я хочу поднять сейчас руку, это я осознала, что я хочу поднять свою руку, да, и сделать это действие, за 30 секунд, согласно психологии, это решение уже было принято. То есть, у нас идет задержка в осознании, как мы говорим, да, то есть, сначала принимаете решение, а потом мы осознаем, либо нам кажется, что это я его принял. Поэтому, исходя из этого, я понимаю, что когда у меня есть выбор, я всегда делаю любой, а не важно. Почему? Потому что, какой бы выбор вы ни сделали, он будет говорить всегда о том, что вы изначально его уже сделали. Это вот иллюзия того, что я не знаю, что мне выбрать. Мы знаем. Поэтому, вот это вот метание, это, скорее всего, позиция нашего ума. И в любом случае, в соответствии с того, что я говорила ранее, да, что основные моменты в нашей жизни, они прописаны по сценарию, не важно, что вы будете делать, вы все равно будете заниматься тем, чем должны. То есть, вы не сможете сказать, прожить как будто бы не свой сценарий. Нету такого, потому что есть конкретные законы, плюс ко всему, наш ангел-хранитель, он так или иначе нас будет возвращать на тот путь, который мы должны пройти, на правильный. Правильный не в плане того, что он благостный, а в плане того, что он идет в соответствии того сценария, который мы должны прожить. Вот такой ответ. Поэтому я всегда выбираю, какой правильный, какой неправильный. Вот какой сделаю, такой будет правильный. Знаете, еще есть такая уловка, можете ее отследить. Когда проходит какое-то время, мы начинаем сожалеть с поводу своего опыта, либо сделанного выбора. То есть, почему я тогда так поступил, надо было поступать так, от нее иначе. И вот здесь вот уловка ума, она заключается в том, что мы совершили какой-то выбор, вот то, что говорится, мы всегда делаем наилучший выбор в момент. Мы совершили какой-то выбор, мы сделали какие-то действия, мы получили результат. И по окончанию, по соответствии с тем результатом, который мы получили, мы начинаем, как бы знаете, себя сравнивать. Вот мы находимся сейчас уже в будущем, а мы сравниваем себя будущего с собой прошлым. И вот мы начинаем говорить, ой, тогда в прошлом я неправильно поступил, зачем, допустим, я расстался с этим человеком. Или часто у женщин говорят, ой, какая я дура была, терпела от него, ну, про мужчин, как правило, всегда у женщин проблемы с мужчинами, терпела какое-то унижение, либо на работе не могла дать отпор. Но при этом, то есть у нас идет сравнение нас сейчас с нами прошлым. И вот в этом и есть иллюзия. Почему? Потому что мы сейчас, в моменте здесь и сейчас, мы стали умнее, потому что мы получили некий опыт, и мы делаем выводы. А тогда у нас этого опыта не было, и мы не смогли бы поступить иначе. Поэтому всегда говорится, что что бы вы ни выбрали, это наилучший вариант для нашего пути. То есть, опять-таки, мы должны смотреть в контексте развития души и в контексте человека. Человек такой, знаете, человек, существо адаптивное и достаточно ленивое, животными инстинктами. Нам бы вот, ну, все иметь и ничего не делать, да, вот это было бы достаточно идеально. Вот. Но с точки зрения души нам нужно получать какой-то определенный опыт. И, как правило, любой опыт, он получается через действия. А не всегда все действия, они приятные, ну, с нашей точки зрения. Поэтому, если мы смотрим с точки зрения человека и с точки зрения развития, это разные вещи. Иногда мы понимаем, что, блин, столько лишений, столько страданий, столько мучений за всю нашу жизнь, да, за что это, конца, края нет. Конечно, опять-таки, с точки зрения человека, я понимаю, никому не хочется мучиться, никому не хочется жить нищете, болезни, но с точки зрения развития души и эволюции такой опыт был необходим. Для чего? Для того, чтобы что-то понять, где-то кому-то отдать свои долги, где-то, наоборот, получить что-то, да, по заслугам, то, что мы говорим, карма. Поэтому в зависимости от того, кто смотрит и как смотрит, с какой стороны. Как-то так.